Уже скоро идти по этой тропе между рельсов будет небезопасно. Здесь пустят трамваи. Весь вопрос – когда? Согласно муниципальному контракту, срок сдачи объекта на Московской – 31 марта 2022. Но уже не раз было сказано – работы завершат уже к Новому году. Всего несколько сот метров по обе стороны масштабной стройки. Пройти то расстояние, которое они покрывают, можно всего за пять минут. Казалось бы, в августе глава города лично забивал символический костыль в первый готовый участок пути. И вот спустя месяц меньше километра нового маршрута на своем месте. От обещаний достроить проект к концу декабря в мэрии не отказываются. В очередной раз эта мысль прозвучала на последней городской планерке. Можно говорить о том, что там контракт в марте месяце, давайте там до марта будем работать и все сделаем и так далее. Но есть огромная просьба, давайте сделаем все-таки подарок краснодарцам и жителям этого микрорайона, чтобы к Новому году действительно там первый трамвай у нас пошел. На том же заседании озвучили. Работы на Московской выполнены на 57%. Жители музыкального микрорайона сетуют, что по расстоянию проложенных рельсов так не скажешь. Они доверяют скорее глазам, чем словам. Скорее делайте. Мы ждем очень. Сказали, что к Новому году уже построят. Я слышала, да. А как думаете, реально ли это? Я думаю, нет, но хочется надеяться. Как думаете, успеют ли? Не верится, если честно. Почему? Ну, стройка началась когда, если память не изменяет, в начале года, да. И за этот период работу фактически выполненную мы видим, да. То есть трамвайных путей нет. Подрядчик парирует. Основная масса работ на первый взгляд не видна. Самый трудоемкий этап – перенос фекального коллектора и прокладка ливневого – уже позади. Завершается и строительство подземных пешеходных переходов. На Солнечной и Петрометальниково заканчивают тоннельную часть и лестничные сходы. Готовят и места под остановки. Их, к слову, будет пять. Переустроено на сегодняшний день порядка трех с половиной километров ливневой канализации, полутора километров кабельных линий. Планируем до конца года все-таки трамвайное движение опустить. Главная проблема, с которой сейчас столкнулись строители – совсем мало предприятий в стране готовы производить шпалы необходимого качества, да еще и в большом количестве. Глава города Евгений Первышев предложил обратиться с этим вопросом в Краевой департамент промышленности. По мнению мэра, кубанские предприятия могли бы наладить выпуск всех необходимых материалов с прицелом на будущие трамвайные стройки в микрорайоне гидростроителей и на улице Восточно-Кругляковской. Станислав Бандурко, Дмитрий Забелин, Кубань-24, Краснодар.